дорогие зрители здравия желаю божаю здоровья сегодня 2 июня и я приглашаю вас принять участие в одном мокром дельце у нас уже несколько суток идет дождь и вот я смотрю что начались перерывы а это значит можно выбраться в лес даже хотя бы в такой одежи я не могу усидеть дома потому как массово растут подосиновики мы конечно же сейчас проверим мое болото я вот глазам своим не верю друзьям и иду мимо своего болотца и смотрите что мне что мне показалось что открылось моему взору это же это же беляж 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 красив но пуст его уже обработали черви вот так-то вырос он средь осин и тут рядом сосенки в общем в таком месте сами можете видеть дождь окажут не пчухая ну так на всю неделю передавали дождь уж теперь всю неделю дома сидеть очень неохотно захожу в кучеря там льет еще сильнее особенно если прикасаешься к веточкам но все это друзья не безрезультатно так вот я их собрал одну кучку сейчас будем проверять что из них можно выбрать оставить себе потому как вижу некоторые из них уже поедены ну вот это точно мы оставим он хорош этот ножка вижу была поедена смотрите как мы хорошо успели вот так и вот так не стоит жалеть ножки они у подосиновиков жестковат посмотрите все чистяки все можно брать слава богу никого не пришлось выбросить это моя любимая заводь осенью всегда она мне дарила подосиновиков даже в то время когда других местах я их не находил рядышком здесь показался мне подберезовичек такой желанный грибочек в эту пору года я думаю они это два подберезовичка они будут чистенькими они молоденькие так и есть добро пожаловать в лукошко а теперь дорогие зрители я вам покажу царя царя подосиновиков вижу вижу его просто издалека думаю вы его тоже уже видите вон он стоит какая роскошная шляпа видимо сюда давно никто не заходил так а вот здесь не один представляете какой роскошная он здесь со своим родственником я всегда ножки сразу предпочитаю обрезать чтобы видеть не червив ли он потому как в летнее время сами знаете зачастую грибы уже негодные но здесь слава богу все иначе может быть потому что дождь идет постоянно вот даже сейчас усилился очень рискую снимая этот контент под дождем рискую своей камерой но что делать вся жизнь состоит из рисков дай бог оправданных вы знаете я еще вчера начал капризничать дома что нужно выезжать в лес но мы дойдя до машины которая стояла возле подъезда поняли что это не совсем умно потому как шпарил такой дождяра мы пока в машину залезли уже даму до нитки промокли поэтому я и сегодня не стал мучить своих домашних не столь искушенных этой этим занятием решил все наслаждение получить в одно лицо так сказать весьма странно прозвучит из моих уст что я мокр и счастлив но посмотрите сам как здесь вот здесь не быть счастливым а как же он еще скорее же к нему у этого промножка краснеет о какой вот кстати утих дождик есть время насладиться этой красотой это же ирис болотный вроде бы так называется этот цветок вот вблизи воды очередная радость я слышу что кто-то там хлопнул две дверцами автомобиля значит на один я такие завзятый на уроках физики в школе возможно вы помните проводили такой эксперимент когда вода поднимается по нитке вверх так вот и я думаю почему у меня трусы сейчас мокрые я вроде бы накрыт с головы до ног наверное потому что от штанов вода пошла вверх а я думаю почему молоденькие не попадаются наверное здесь кто-то прошел недавно вот а потом не ходил связи с дождем и то что он не собрал вот оно мне осталось тот размерчик что я искал увидел издалека идем же к ним вот они два ровесничка ну может быть на несколько часов один опережает другого потому как этот побольше размерами видите а третий третий вон иди сюда дорогой вот этот размерчик который я искал все время очень приятный на фоне того что штаны мокрые и липнут кляшкам они еще без конца норовят слазить вниз тут я вижу под березовички уже такого плохого качества переростки пусть тут они уже доживают в общем ощущения еще те обратите внимание здесь действительно давно никого не было вот эти белые грибы во что они уже превратились стоит их срывать вообще ну так чисто вам показать они стары пусть они здесь остаются теперь идем дальше и вы увидите подосиновик примерно таких же размеров вот он но он кстати еще и неплохо выглядит сейчас мы оценим нет он он конечно не червивый но он старый пусть тут лежит там есть под березовик более привлекательный он рядом со своим предком предка мы тут оставим вот какой это даже не рядом с предком а рядом с его мощами и течет а тут подпорченные какие-то молоденькие а подпорченные о кто-то назовет его щетка кто-то скажет баран но это съедобный гриб я правда сам не пробовал читал посмотрите друзья мои дождь вновь усилился и так оно периодически просто как в Англии шпарит на протяжении двух дней и так мои дорогие зрители не могу вам не показать несмотря на этот дождь беляков которых я только что встретил посмотрите на эту красоту беляков или беляка там еще какой-то гриб но я сомневаюсь что это беляк уже это большой гриб вряд ли он конечно хорош я имею ввиду что он не испорчен скорее всего он уже испорчен но просто посмотрите какая мощь ну вот наконец-то дождь пущук перестал так шпарить и мы идем сейчас на одно еще одно моё знакомое местечко по осени знакомое подосиновичное местечко конечно обильно так промочила землю я даже не знаю стоит ждать от этого года что он будет сверх грибным сейчас буду словно аквалангист погружаться в эту пучину а здесь такая красота без преувеличения скажу что здесь буквально плавая в этом подводном мире я нашел свое сокровище чистейшая а вон еще торчит маленький маленький лишь наглумшись за одним можно увидеть другой посмотрите какой он смешной с маленькой головой мало того что очень сыро и я весь мокрый так еще и комары жалят и я рефлекторно даю себе пощечины прямо по мокрым небритым щекам а вот опять рис светится как солнышко в эту серую погоду сегодня у меня был выбор пойти на охоту на подосиновиков либо же поохотится поохотится за белыми могу сказать что охота на подосиновиков в такую погоду намного сложнее вот даже учитывая тот факт что за белыми мы ходим в основном по хвое и ваши штаны будут сухими здесь же все не так мы собираем всю воду на себя с кустов с высокой травы но эмоции мне кажется того стоят вот я вышел из болотца ненадолго ага смотреться конечно же тут встретился белый гребище но надежды мало а точнее совсем нет сегодня я еще выбрал подосиновичную охоту именно по этой причине что здесь где я их собираю сейчас растут белые но они здесь в такое время всегда всегда все поражены червями а за белыми мы уже поедем всей семьей вскоре вроде бы немножко разведнилось но это ненадолго дождь передают на всю неделю надеюсь до конца грибалки и будет так тихо как сейчас мне так хочется набить свою счастливую корзину в этом году впервые и лес мне в этом поможет только зашел только спустился к болотцу а тут подосик здесь сбор до до Очень радует чистота гриба, в основном все чистые, редко попадаются червивые подосиновики, не знаю с чем это связано. Но здесь у белых они выигрывают. Видимо штаны, напитав воды, значительно прибавили в весе. Уверенно слазят до самых пят. К концу грибалки можно выйти из лесу со спущенными до колен штанами. Назад-то они лезть не хотят, поскольку мокры. Да есть же, вон малючок, ой. Вот малючок, вот таких я люблю космонавтиков. Не знаю видно ли вам, но кто-то там очень кричит. Я думаю это чьи-то дети. А идем же отсюда скорее. Конечно же здесь ходить нужно на полусогнутый. И еще в этом заключается сложность охоты на подосиков. Вы только посмотрите на это. Вот такая погода, целый день, целых уже два дня. И не думают проясняться. Все друзья мои, я уже стал частью этого леса. Я такой же мокрый как и все вокруг. Вот очень вкусные молодые веточки. Видите, они по цвету отличаются. Такие прям кисленькие. Из-за такого дождя плотного не могу достать камеру полноценно. И показать вам, как далеко виднеется вон тот красавчик подосик. Я заметил, что они сейчас растут в таких более сухих местах, которые я осенью считал сухими. Вот я его сейчас сорвал и поближе. Поближе вам покажу. А там где болото, вон там еще вдали вижу один краснеет. Там где болото, там много воды. А им сейчас много воды не надо. Ее и так сейчас много. Все таки не зря я заглянул в местечко рядом с автомобилем. Это рядом с моим болотцем. Так. Этот экземплярчик потрупнее будет. Вот такой. Все они чисты. Почему-то черви их еще не успели захватить. А теперь приготовьтесь, друзья мои. Эта шляпа похожа на сомбреро. Вон какой огромный. Видно ли вам. Я содержал дыхание прям. Такой тяжелый. Лицо у меня тоже не маленькое. Но вы можете сравнить. Вот такой вот кабальеро. А я сегодня все утро Катюхе говорил. Катя, я чувствую. Чувствую, что я знаю, где много подозиновиков. Вот такой дождяра валит. И вот такие грибы встречаются. По трое, по трое, понимаете? Счастье-то какое. Ой. Ну этот какой-то совсем приуныл. А эти хороши. Ну что, с таким уловом уже не стыдно и домой появиться. Идет дождь, а птички радуются. Как и мы. Ну вот и покинул я болотца. Будем уже, наверное, мы прощаться до следующей грибалочки. Всем желаю удачи. Дай вам Бог здоровья. До скорых встреч. Не забывайте поставить лайк. А также подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok